Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Добрый день. Нурсултан Азарбаев поздравил казахстанцев с национальным днём Дамбры. Глава государства посетил концерты на площади у монумента Казакья-Ле, где больше двух тысяч человек одномоментно сыграли знаменитые кюи. Во время своей речи Нурсултан Азарбаев отметил, что Дамбра – это инструмент, олицетворяющий собой дух, характер и историю казахской нации. Это паспорт и бренд казаха, неповторимый облик. Музыкальный инструмент с незапамятных времен играет очень большое значение в жизни кочевников, сопровождая их и в горе, и в радости. Я издал указ о праздновании национального дня Дамбры и в соответствии с ним во всех уголках нашей страны, в городах, областных центрах, селах отмечается этот праздник. Дамбра – это душа, история, традиции казахов. Это не просто музыкальный инструмент, это священное наследие. Казахи хранили дамбру в почетном месте, а кюйши были почетными гостями. Народ возносил их. Это благородное дело продолжается и до сих пор. Президент также отметил, что в рамках программы «Рухани Жанхро» Дамбра вносит уникальный вклад для популяризации национальной культуры в мире. По решению ЮНЕСКО Дамбра и кюй внесены в список нематериального наследия человечества. Отмечу, что для участия в празднике в столицу приехали музыканты из Уральска, Актобе, Атарау, Караганды, Петропавловска, Павлодара и Кокшитау. Под руководством дирижера Айткали Жаимова дамбристы исполнили кюй Кёныля Шар, Аллай, Болбраун, Ерке Салкым и Сарарка. Дамбра с незапамятных времен сопровождает нас в моменты радости, триумфа и побед. Через звуки струн и мелодии кюев из поколения в поколение передаются наши культурные ценности, традиции, героические сказания. Символично, что национальный день Дамбры получает свое рождение в Астане, в сердце независимого Казахстана. Первым родившимся в ночь на 1 июля в Астане подарили дамбру молодые мамы и получили ее в честь национального дня этого музыкального инструмента. Президенты вручили представители городской ассамблеи народа Казахстана. Они посетили два перинатальных центра. Эта акция станет важным жизненным посылом для новых граждан Казахстана и для их родителей в духовном становлении детей. В столице в национальный день Дамбры в первой половине дня на свет появились 29 детей. Я поступила в роддом сегодня около трех часов ночи и родила в 8 утра. Сегодняшний подарок стал большой неожиданностью для меня. Думаю, что дамбра должна быть в каждом доме, так как это национальный инструмент нашего народа. Обещаю, что в будущем обязательно научу дочь играть на дамбре. Больше сотни дамбристов выступили сегодня в Казаларде. Концерт под открытым небом подарил горожанам импровизированный оркестр. В регионе к праздничной дате приурочили ряд мероприятий. О самых интересных готовы в прямом эфире рассказать наш собственный корреспондент в регионе Райхан Тажибаева. Райхан, здравствуйте. Расскажите нам, чем запомнится горожанам сегодняшний день. Здравствуйте, Альфиян. Первый праздник сегодня в Казаларде встретили пациенты областного центра матери и ребенка. Утром здесь прошла благотворительная акция, в рамках которой новорожденным детям презентовали по дамбре. Инициатором акции выступили члены областной ассамблеи народа Казахстана. По их словам, главная ее цель – сохранение и возрождение национальной культуры через популяризацию казахского национального инструмента дамбры. Далее эстафету праздничных мероприятий подхватили работники областной библиотеки. Здесь состоялась тематическая книжная выставка и выступления дамбристов, в исполнении которых звучали известные народные мелодии. Прозвучали они и позже, но уже под открытым небом. На одной из городских аллей оркестр сыграл произведения великих казахских композиторов. Здесь же с концертной программой выступили артисты областной филармонии. Альфиян. Райхан, а кто в составе оркестра? Это любители или профессиональные музыканты? Оркестр импровизированный. В его составе есть и профессиональные музыканты, и любители. Всего собралось более ста человек. Впечатлениями с нами поделился один из исполнителей. Предлагаю послушать. На дамбре играл мой дед, на дамбре виртуозно играл мой отец. Но я не так, конечно, виртуозно играю, но тоже я посчитала нужным принять участие в данном мероприятии и внести свою лепту. Сегодняшнее мероприятие возрождает национальную культуру, национальный код и национальные традиции казахского народа. И я очень горжусь, что я казашкой живу в Казахстане. Дамбра – это не только душа казаха, но и виртуозный философский инструмент в умелых руках, который может передать всю гамму человеческих чувств. Еще раз в этом казахардинцы смогут убедиться вечером во время концерта оркестра дамбристов, организованный Центром Рухани-Жангру. На этом у меня все. Альфия. Райхан, спасибо большое. Как встретили праздник в Казахстане, рассказала Райхан Тажибаева. Музыкальных дел мастера уникальные по своей конструкции дамбры делают умельцы из Восточно-Газахстанской области. Секреты изготовления национального инструмента на Востоке страны передают от отца к сыну. В тонкости звучания кюев под дамбро разбирался Вячеслав Ветлугин. У каждой дамбры свой тембр, а двусторонние дамбры и вовсе редкость. Как раз такие и мастерит жандарбек Казезулы из села Шимкура. Работает жандарбек только с напарником. Семилетний сынишка Есиль. И корпус дамбры выточить и спеть под нее тоже может. Дамбры. Благодаря жандарбеку село Шимкура местные жители прозвали музыкальным. Близким и соседям он дамбры не продает. Отдает просто так, чтобы их ритмы на улицах громче звучали. Я стараюсь каждую дамбру делать разной. Как для профессионалов, так и для детей. Помогаю молодежи приобщаться к высокому искусству. Мой труд ценят. Часто участвую в выставках. Дамбры из африканского дерева вытачивает усть-каменогорский умелец Бакыт Кеншелик. Секрет мастера – экзотический материал, использованный при изготовлении инструмента. Он придает дамбре особенное звучание. У Бакыта часто собирается молодежь. Для начинающих кюйши умелец выполняет индивидуальные заказы. Особенно важно присутствовать в изготовлении дамбры. Вот у меня, например, длинные пальцы. Мне нужен длинный гриф и тонкий. Тонкий и длинный гриф. Вот, например. Каждый дамбрист предпочитает свой зуб. Национальной культурой восточно-казахстанская молодежь постепенно проникается. Даже в общеобразовательных региональных школах уроки музыки сегодня проводят под аккомпанемент дамбры. Вячеслав Витлугин, Аслан Тулебов, Дмитрий Пыхтин и Роман Родионов. Восточно-казахстанская область. Хабар, 24. Торжественно отмечают Национальный день дамбры и за рубежом. В посольстве Казахстана во Франции сегодня прозвучали кьюи великих казахских композиторов и популярные народные песни в сопровождении дамбры, кобы, защиты гены и других музыкальных инструментов. Среди гостей праздника были казахстанские дипломаты, представители казахской диаспоры, учащиеся курсов при Центре казахской культуры Корклыд, а также казахские дети, усыновленные французскими гражданами. Все они стали участниками праздничной концертной программы. Посол Казахстана во Франции Жан Галиев в своем выступлении тепло поздравил собравшихся и подчеркнул, что глава государства Нурсултан Назарбаев учредил этот праздник с целью содействия сохранению и укреплению национальной культуры и идентичности Казахстана. Он также напомнил, что в 2014 году искусство исполнения традиционного казахского дамбрового кьюя было включено ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Собравшиеся отметили значение дамбры как одного из центральных элементов живого культурного наследия нашего народа и выразили уверенность в том, что новый праздник закладывает хорошую традицию единения народа. Сегодня волшебные звуки дамбры заполнили зал не только нашего посольства, но, я думаю, оставили свой след в сердце каждого из наших гостей. Когда-то первые звуки дамбры нам подарил Парижу наш знаменитый Амрек Ашоубаев, а сегодня звуки дамбры звучат по всему миру, и мы этим гордимся, ведь это наше культурное наследие. Это чудесный праздник. Я очень горжусь приглашением. Благодаря центру Коркыт я открыл для себя Казахстан и очень горжусь быть сегодня здесь. А также я был очень горд исполнить здесь казахскую народную песню «Дударай» в надежде, что я не сильно исказил язык. Ваша музыка и мелодии прекрасны. Они напоминают мне о дующем в степях ветре. Я также выучил песню «Гуль Алматым», которую я пел в Казахстане, и нахожу ее прекрасной. Я надеюсь, что я смогу выучить и другие. На левобережье Астане завершается строительство ботанического сада. В создании концепции уникального для евразийского пространства объекта участвуют известные ученые и руководители ботанических садов стран СНГ – Германии, Италии, Франции. Они собрали сегодня в Казахском агротехническом университете имени Сакена Сейфулина. По словам ученых, этот объект следует рассматривать как уникальную научную базу. Здесь выведут новые виды флоры, а также исчезающие генетические ресурсы лесостепи. На сегодня в Красную книгу Казахстана внесены 387 видов растений. Кроме того, в ботаническом САЗДУ создадут такие экспозиции, как Дальний Восток, Сибирь, Европа, Восточная Азия. Это были все новости данному часу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин